Об этом говорим далее. С нами на связи Александр Левченко, это дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Горьцеговине в 2010-2017 годах. Приветствуем вас, Александр Михайлович, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую студию. Александр Михайлович, а я хотел бы с вами, знаете, вот тут мы высказали много предположений, каким образом вот это появилось в словах, в позициях, озвученных китайского дипломата. А вот я хотел бы у вас, знаете, спросить вот конкретно вот по тем словам, которые использовал китайский дипломат в отношении стран, да, вот постсоветской эпохи. Он сказал о том, что вот государства с постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку, и далее вот, цитата в кавычках, нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран. Конец цитаты. Александр Михайлович, а можете вы протрактовать, да, вот он говорит об этом, а так ли это на самом деле? Возможно, нас слушают русскоговорящие люди по всей там Европе и в самой Российской Федерации, подумают, вот смотрите, а вот же Путин же правду говорил, получается, да, Ленин там все раздарил, Хрущев всем раздарил, и только Путин там собирает земли. Даже китайский дипломат говорит, что нету этого документа. Как оно на самом деле, пожалуйста, у вас, как специалиста, профессионала спрошу? Ну, про Путина скажу, его дедушка был поваром у окружения Ленина, поэтому то, что он так критикует Ленина, ну, извините, он поэтому и оказался в Питере, потому что дедушка прислуживал высшему партийному руководству партии большевиков. Откуда у китайского посла вообще такая риторика? Это не китайские нарративы, вы должны понимать, это все российские нарративы. Это то, что они в своих разговорах с китайским руководством дипломатами все время рассказывают сказки Андерсена, басни Крылова. Ну, вот о том, что Крым там, ладно, Крым позже, вы эту фразу пока не использовали, о том, что не имеют, они, так сказать, своего международного четкого признания, потому что не было международного договора. Да, по большинству, огромному большинству стран мира вообще нет международного договора о том, что они должны существовать. Был договор, например, когда создавалась Бельгия, это вообще искусственное государство, созданное после наполеоновских войн, и там был международный договор о его создании. Вот оно с искусственного стало реальным, и теперь абсолютно действует и так дальше. Ну, и что же они были раньше? Бангладеш и Пакистан, они есть. Вообще, такая теория говорит о том, что страны бывшего СФРЮ тоже нелегитимны, Чехословакия тоже нелегитимна, раньше Чехословакия была в составе Австро-Венгрии, так что с этого? В общем, мне, я видится, я профессор истории вижу, что это нарратив, который доносит китайскому руководству Кремль, рассказывает сказки о том, что, так сказать, в международном праве нужно менять. Вы знаете, что Путин и Медведи, они вообще-то юристы по образованию, ну, не знаю, или двоечниками были, или не ходили на изучение международного права. В Петербургском университете там очень хорошо в то время преподавали международное право. И там всегда говорилось, что он руководствуется правом, и это право есть сила международного сообщества. Сейчас Путин говорит, что самое главное – это сила, это и есть право в современных условиях. Очевидно, что вот это конкретное определение относительно бывших республик советских говорит о том, что Кремль готовился все 15-14 республик оккупировать. Ему надо было объяснение, как эту оккупацию как-то сделать, хоть какое-то объяснение. Ну, напомню, когда Россию выгнали из Лиги нации в 1940 году за оккупацию части Финляндии, тогда российский посол нагло заявлял, что в Хельсинки не бомбардирует советская авиация, а туда бросает мешки с хлебом. Ну, ему не поверим, потому что там посольство находится и так далее. И Советский Союз выкинули из Лиги наций как страну-агрессора. Поэтому это попытка реанимировать что-то. Очевидно, благословление Пекина в этом, скорее всего, было. Или это полное непонимание истории китайским послом, который решил что-то показать, знания международного права, истории, а в которой не имеет никакого понятия. Потому что по ему, и у него там еще одно интересное выражение по Крыму, что Крым раньше был, типа, российским. Так я, как профессор истории, хочу напомнить, что за 3200 лет истории Крыма, когда мы четко знаем, кто и как, где проживал на полуострове, российским он был всего лишь 165 лет, 165. Ну, скажем, под Киевом он был 200 лет во время Тараканского княжества, которое контролировало Крым, 140 лет и 60 лет с 1954 года. Под Киевом и вообще 800 лет и так дальше. То есть это полное непонимание истории, полное игнорирование международного права, или он тоже был двоечником, как Путин и Медведев. И вот сейчас такие перлы выдал китайский посол. И Китай, естественно, стал открещиваться, потому что все просто удивлены, как можно такое вообще выносить на общественное обсуждение студия. И вот как раз о реакциях глава европейской дипломатии Жозе Боррель признал, что Пекин дистанциировался от замечаний, сделанных его послом во Франции, а также заявил, что Китай и Европа должны, цитирую, работать вместе, выступая на пресс-конференции в Люксембурге. Боррель заявил, что ЕС готовится к обновлению и перекалибровке стратегий в отношении Китая. Давайте услышим. Никакие проблемы больше не могут быть решены без Китая. Климат, управление долгами, глобальное здравоохранение. Но мы также просим Китай действовать в соответствии с международными правилами и нормами, полностью, а не выборочно. Когда дело доходит до оправдания России, войны против Украины, Китай, как постоянный член Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций, несет ответственность за защиту Устава Организации. Пекин дистанцировался от неприемлемого замечания своего посла в Париже. Во вчерашнем твите говорилось, что это заявление не было официальной позицией Китая. Теперь у нас есть конкретный ответ, и это хорошая новость. Но тут стоит еще добавить, что перед этим он говорил, что ЕС может только предполагать, что эти замечания не отражают официальной политики Китая. То есть все-таки подозрение о том, что действительно дипломат сказал не просто свои мысли, а также думают в официальном Пекине, как вы считаете, это действительно была оговорка, или так действительно там думают. Просто об этом не говорили вслух, а тут так случилось. Вы знаете, некоторые вещи тестируются на более низком уровне. Послы имеют определенную самостоятельность в том, куда выходить, что говорить и так дальше. Ну, с Китаем, где все под контрольным государством, с СМИ, государственные аппараты и так далее, посол сам выходит, высказывает свою точку зрения. Понятно, что на 99% скорее всего нет. Если это да, его должны сейчас снять с должности. По китайским правилам. Сейчас посмотрим, день-два. Снимут его с должности. Значит, его хоть как-то можно объяснить, что это его самостоятельная точка зрения. Останется он послом Парижа. Ну, все понятно, так сказать. Он имитировал идеи и тест, который не прошел. Сейчас такое не проходит вообще, потому что это совершенно противоречит системе международных отношений. Ну, как? Ну, о чем вы говорите? Что вы придумываете? То, что было раньше? Ну, так раньше, я же говорил, Владивосток был китайским. 170 лет назад все от Байкала до Тихого океана, это миллионы квадратных километров РФ, было китайским. У Москвы в прошлом было маленький городок, а Литва было в 20 раз больше, чем московское княжество. Историю нужно знать. Но в межгосударственных отношениях, как и вообще внутри государственной политики, руководствуется Конституция и законами, а не каким-то историческим правом. Так и в международном праве. Да, важно знать, что было, как было и так дальше. Но есть международные конвенции, есть устав ООН, есть действующее международное право. И такие вещи, которые уничтожают существующий международный порядок, неприпустимо, чтобы кто-то предлагал, что фактически приведет к тому, что после Второй мировой войны, когда был создан современный миропорядок и современное международное право с целью избежать Третьей войны, вот такие заявления ведут к Третьей мировой войне студия. Александр Михайлович, а вы думаете, что ставки именно так высоки? Я объясню, почему. Потому что у меня, знаете, возникает не то чтобы дежавю, но это уже где-то было. Вот встретился с Си и с Путиным, они поговорили. И вот вышло там совместное на коммунике пресс-релиз в Китае, в России, они друг друга перепечатали. И вот сошлось во многом. Россия поддерживает историю Китая, видение или позиция Китая из 12 пунктов, где отображается приверженность Китайской Народной Республики, суверенитету любых стран. И нужно из этого исходить, из этой главной позиции. Потом появляется заявление о том, что вот не все так однозначно. Однозначно. Потом заявление от Пекина про то, что, ну, ребята, какая вообще Китай нейтральная история, мы выходим из прагматичных каких-то решений. И тут вот этот дипломат заявляет о том, что Крым вообще там, он был подарен и так далее, хотя вы уже сделали вот такой короткий экскурс в историю. И вот происходит какая-то такая игра, да, вот в которой, я считаю, нужно разобраться, потому что вот мы можем, получается, поддержать Россию вот такими заявлениями, но оружие в то же время давать, наверное, не будем. Лучше вот так, на словах. Ну, пока не дают, понимаете. Пока, да. Да, кто там будет дальше, но они получили, Пекин получил серьезный сигнал, что играться не нужно. Вон Иран играется, но Иран будет дальше в полной изоляции. Нужно ли это Пекину? Китай прагматическая страна и так дальше. Зачем это? Вот, а еще раз подчеркиваю, озвученный нарратив не совсем китайский, похож на российский. Ну, первый по Крыму это 100%, второй по этим странам, опять же, он же вспомнил только о республике бывшего СССР, уже не вспомнил бывший СФРЮ или страны бывшие колонии. Они же тогда тоже не имеют субъектности. Колонии стали независимые государства. Это десятки, а может больше сотни стран, которые были в составе Британской, Французской империи, Испании, Португалии. И что дальше? К чему это все? Понятно, что Россия хочет какой-то новый порядок, основанный на том, что она ядерная страна, и она там будет всем диктовать, так сказать, диктовать силу права. Все говорят, да нет, должно быть право силы, а не сила права. И наоборот, вернее. Так что, ну, исторические пассажи, ну, это чисто тоже кремлевский нарратив. Путин постоянно выбегает с ними, не имеет в этом понятия. Ну, помните одно только выражение, что россияне победят ковид, как половцев и печенегов. Ну, все историки за голову взялись. Можете себе представить, вообще-то печенегов уничтожили те же половцы, а половцев уничтожили монголо-татары. Ну, и, соответственно, естественно, что Москва так и не победила ковид, потому что историческое сравнение Путина, ну, какая-то полная пустота. Или он там высказывался перед школьниками, что Россия, когда победила Швецию в семилетней войне, а школьники его поправляют. Так, господин президент, это же не семилетняя война, это северная война, это же совершенно разные вещи. То была семилетняя с Пруссией война, а это со Швецией. То есть не знает простых вещей, заявляет о едином народе, украинцев и россиян, что вообще антропологически и исторически тоже несопоставимо. Но вот эти сказки, они постоянно всем рассказывают, доносят на любом уровне. В их кто-то начинает верить. Ну, очевидно, что китайский посол где-то и лично поверил в то, что ему рассказывают коллеги и нарративы, которые сформировал Пекин после того, как туда постоянно ходит российский посол, как туда ходят российские делегации на встречи и рассказывают вот такие исторические басни и правовые выдумки. Ну, это все уже не проходит. Китай, я считаю, понес большие имиджевые потери от такого тестирования на инициативу Москвы. Большие имиджевые потери. Но вместе с тем увидим, как будет развиваться событие дальше. И действительно, роль Китая теперь в том, как выруливать ситуацию в ряде международных регионов и ситуацией там напряженности теперь, вот все смотрят на Пекин с определенной подозрительностью. Вот такой результат нескольких фраз, оброненных послом Китая в Париже на французском телевидении. И тут как раз о реакциях и о напоминании истории. Эстония, Латвия и Литва решили напомнить послам и поверенным Китаю, что эти страны не постсоветские, а страны, когда-то незаконно оккупированные Советским Союзом. Вот тут еще интересный момент, услышат ли об этом в Китае и эта информация. Запомнится ли этому послу, который так неполиткорректно, скажем так, высказался. И тут еще один аспект, который мы уже зацепили, какие будут последствия. Вот вы упомянули о том, что Китай должен был бы, чтобы загладить эту историю, все отозвать своего посла. А как должны поступить эти страны? Кроме того, как напомнить, как на самом деле было, тоже, может быть, выслать послов или поверенных из своих стран. Как должна отреагировать Франция, на территории которой это все произошло, эти все высказывания. Как вы считаете? Ну, демарши были, МИДа и Эстонии, и Латвии, и Литвы. Заявление главы фактически европейского МИДа Борреля, это абсолютно достаточно этого. Врабатывать какие-то все дипломатические отношения, это абсолютно нет к этому оснований. Это тест китайский. Ну, вот такой вот. Они решились на это, ну, получили реакцию. Очень важно, что она была острой. Жаль, конечно, что республики из бывших Средней Азии и Кавказа молча, потому что их это тоже напрямую касается. Очевидно, и аппетиты у Кремля есть, и что касается и их территории. Ну, хотя, с другой стороны, по большому счету, нелегитимна и сама Российская Федерация. Почему? При этом. Раньше же ее не было, Российской Федерации, понимаете? Вот. Она, типа, правоприемник СССР, который, Путин говорит, какой-то он выдуманный, этот СССР. Но вместе с тем, заняли место в Совете Безопасности, заняли место СССР в Организации Объединенных Наций, причем, не проходя процедуру вступления в эти организации. То есть, по этой логике, они же до конца не прощут, как Путин высказывает, ляпает языком. Так и здесь. Тут можно претензии к Российской Федерации, насколько она легитимное государственное образование. Так же самое это касается и Москвы. Так что, тут дискуссия прошла, хорошо, поставили точки, посмотрим, что будет с этим послом. Останется он, значит, этот стопроцентный тест китайский, и двигаемся дальше в студию. Ну, смотрите, Александр Михайлович, если можно коротко, буквально минутка, потому что у нас традиционная минута молчания. Я вот все время, когда мы с вами общались, задавался вопросом, а кто кого здесь играет, Москва-Пекин или Пекин-Москву, или это такая общая игра, для того, чтобы мир понимал, кто автократ и как эти страны смотрят на то, как все происходило. Ну, мы видим очевидное взаимодействие в данном случае, вот этот случай, где та говорит о том, что там происходит взаимодействие на каких-то уровнях, оно идеологическое, оно политическое, оно дипломатическое. Мы подчеркиваем о том, чтобы главное, чтобы оно не стало военным, иначе это все меняет всю ситуацию, в картинку. И отношение будет Европа и Америка, Китая к этому, в связи с тем, что если вдруг окажется это военное сотрудничество с страной-агрессором, которая есть, Российская Федерация. Так что, подчеркиваю, нарративы где-то российские, вот Китай их тестирует, то где-то есть интерес китайский, если Россия это проглотит, то можно где-то региончик от Байкала до Тихого океана, что же забрать каким-то образом, когда в России станет тяжелая ситуация. Раньше, что это было китайским, это было, извините, две тысячи лет, это не 165 лет, как Крым. Ну да, и они же называют их своими названиями. Две тысячи с половиной лет. Александр Михайлович, вынуждены попрощаться, да, сказать вам спасибо, благодарим, еще ждем в эфире. Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный полномочный, посол Украины, Республики Хорватия, Босни-Горецкая Виня, в 2010-2017 годах. Редактор субтитров А.Семкин,